Самое важное событие в мире это фактическая утрата автономии Гонконга в результате китайского закона национальной безопасности, который вчера начал действовать. В соответствии с которым в Гонконге, во-первых, создаются филиалы китайских силовой строк, которых раньше там не было. А во-вторых, начиная действовать новые нормы безопасности, запрещается, как сказано в законе, разжигание ненависти в китайском правительстве. И запрещаются фактически такие жесткие протестные акции, какие мы видели в Гонконге в течение прошлого года. В частности, любое препятствие движению транспорта, насильственное или использование средств транспорта для протестных акций, как постройки, переградить улицы или постройкам парикады из автобусов, рассматриваться как терроризм, соответствующий наказанием. И уже вчера, то есть в первые действия закона, 30 активистов было арестовано, и еще 360 человек, которые протестовали против закона, были задержаны административным порядком. Это, наверное, уже арестованы активисты политические, они теперь будут преследовать в уголовном порядке по новому закону. И здесь, конечно, больше всего поражает то, что китайское руководство так точно и правильно рассчитало время ведения действия этого закона. Почему? Почему точно и правильно, и почему это важно вообще для мира, введение этого? Какие последствия могут быть? Последствия, но прямое последствие. Во-первых, Китай впервые так открыто нарушает свои обязательства передавали. В 1928 году передавали за Гонконг, и Китай брал на себя обязательства сохранить все те учреждения, которые были сделаны во время британского правления, и сохранить местное самоуправление, и было даже обещание, что будет одна страна и две системы. И вот одна страна теперь остается, а две системы заканчиваются. Причем, так сказать, это происходит на 27 лет раньше обещанного диспенсирования. То есть, так впервые открыто. И здесь главное, что Китай просто показывает, что он не собирается, во-первых, играть по тем правилам, которые ему не нравятся. Неварианты, что это были какие-то, не было этих договоренных. А во-вторых, Китай показывает свое стремление к экспансии. То есть, здесь же, как в случае с Россией, здесь сам факт захвата Крыма, может, не потому, что Крым, это такая очень важная цитатура, перешедшая к России, а потому, что Россия показала, что она готова, не считаясь международной нормой, восстанавливать свое доминирующее положение на постсоветском пространстве. Ну, или то, что ей кажется важным делать на постсоветском пространстве. То есть, здесь это такой же, по сути дела, шаг, только более важный, поскольку Россия все-таки не обладает ни теми возможностями, ни ресурсами, ни глобальным влиянием, которое есть в Китае. То есть, во-первых, это важно, во-вторых, не будем забывать, что Китай очень важная страна для всех государственных и советских пространств, в том числе для Украины. И вот я всегда считал, что, возможно, такое легкое согласие с администрацией Обамы, а мы теперь точно уже знаем, да, после того, что Болгенов брюковал воспоминания свои рецепт, мы сейчас точно знаем, что Крым был аннексирован в России с согласия администрации Обамы. И вот мне кажется, что такое согласие администрации Обамы не в последнюю очередь могло быть вызвано теми соглашениями, которые подписывал Кайф Генукович с Китаем. О строительстве двух пунктических классов в Крыму, транскрымской железной дороги и аренды земли, сколько это было, несколько миллионов гектаров собрались взять в аренду, для того, чтобы выращивать сухую спродукцию для народной освободительной армии. То есть, вполне возможно, что, опять же, предположение, мы этого не знаем, вполне возможно, что не столько было направлено на встрабливание России и Европы, вся эта операция с Крымом американской, сколько на то, чтобы заблокировать сотрудничество Украины с Китаем, тем более, что опять новая попытка, которая была сделана, Китай пытался купить моторсич, то есть, Китай покупать моторсич. Большое дело, потому что на уровне руководителей Госдепартамента США было сделано заявление о том, что это ни в коем случае нельзя делать, что это противоречит украинским интересам, которые должны заключаться в расширении сотрудничества США. То есть, Китай важная страна, Китай много инвестирует в Беларусь, мы знаем фактически то, что режим Лукашенко и скоро еще сохраняет финансовую стабильность, которые нужно благодаря китайским кредитам. Китай много вообще инвестирует в страны постсоветского пространства, и вообще страны Восточной Европы сейчас, Китай, которые принимают крупнейшие инвесторы на Балканах, очень много они сейчас начинают вкладывать в Балтику, в страны Балтии. То есть, Китай важная страна для Восточной Европы и для постсоветского пространства в частности, и поэтому отношения западные с Китаем, они имеют для нас прямое значение. Это значит западный с Китаем, потому что вокруг отношения с Китаем может разрушиться западный единственный, наличие которого имеет, особенно для Украины, еще большее значение, чем перспектива развития отношений с Китаем. То есть, мы пока не увидели, то есть, реакция США, понятно, что в таких условиях, как ты сейчас сказал, что Крамп, он не может еще и жестко реагировать на Китай, и сам показывает, что вся его политика в отношении к Китая, она оказалась провальной. То есть, может, еще добился с торговой точки зрения, может, он добился преференции для американских компаний, когда затруднил китайским корпорациям доступ к американскому сексуальному собственнику и всякое прочее, но с политической точки зрения полностью пролазил, потому что Китай делает то, что считает нужным, не считая сообщений с американскими предупреждениями, ни с чем остальным. США отреагировали введением санкций, но эти санкции имеют персональный характер. Они против непосредственно высших китайских чиновников. Дмитрий, можно две маленьких ремарки о том, о чем вы говорите? Вот если можно, прокомментируйте, что Борис Джонсон сегодня заявил, что упростит выдачу паспортов для жителей Гонконга, британских паспортов. То есть, это уже, мы чувствуем, что пошла такая нахалдер. Да, 3 миллиона мы дадим паспортов. Но что это означает? Это означает, что Британия отказывается фактически от выполнения своих международных обязательств по отношению к Гонконгу. К Гонконгу, да. То есть, ладно, Китай забрал гонконгскую автономию, но мы теперь дадим жителям Гонконга британских паспортов, чтобы они чувствовали себя в безопасности в случае чего могли переехать в Британию. Ну, или, так сказать, или не так, как я подозревал. То есть, 3 миллиона паспортов из 10 миллионов жителей, они получат. Но это способ уйти от ответственности и не прекращать. То есть, мы понимаем, что такое важное значение Гонконг имеет в финансовом стене Британии. Такой крупнейший финансовый хак. Поэтому они хотят сохранить экономические отношения, но при этом выделить, как будто они все-таки что-то сделали. Вот не в контексте Гонконга, а в контексте Тайваня, если позволите. Потому что тут можно провести определенные параллели. Потому что недавно у меня было интервью с Джеймсом Шером. И он мне интересную вещь сказал. Он говорит, мы здесь, в Эстонии, очень переживаем. Как отреагируют штаты на нарушение прав в Тайване? Как это будет происходить, если вдруг Китай пойдет дальше? Если штаты с этим согласятся, то тогда это будет иметь далеко идущие последствия. То есть, тогда это та же история, как с Будапештским меморандумом. Абсолютно. Вот сейчас мы видим историю с Будапештским меморандумом. Да, повторение. То есть, Будапештский меморандум был когда-то в 1994, а соглашение передачи Гонконга в 1997. Вот, так сказать, и реакция одна и та же. Ну, что, конечно, мы против, вот санкции персональные против тех, кто этим занимается. Британия паспорта будет выдавать, Евросоюз заявил про отец, сказал, что это нельзя. Но, я думаю, что никакого влияния на поведение тайской власти все это не окажет. И точно так же, как все разговоры по поводу необходимости соблюдения Будапештского меморандума никак не повлияли на поведение российской власти в Крыму. То есть, таким образом, мы сталкиваемся с тем, что, скорее всего, мы сталкиваемся просто с полным отсутствием реакции, сведением по каким-то формальным вот таким вот заявлениям и каким-то проявлением, наоборот, созданием условий для вот собственного отступления. То есть, вот вам паспорта, зато мы не будем заниматься защитой автономии и принимать экономических решений, которые могли бы ударить по нашим интересам.